Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И коротко о некоторых темах. Областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья» состоялся в Ленинском районе. В России очень важно, чтобы было сотрудничество между школой и церковью. В гости на телеканал Видное ТВ пришли шестиклассники из городской школы номер один. Новости на телеканале Видное ТВ проведу я. Удар в девятку на стадионе «Металлург» состоялся детский футбольный турнир. Спустя два года областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья» возвращается в Ленинский район. Во дворец спорта Видное снова съехались школьники со всей области. Как обычно, перед уроком состоялась конференция. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Дворец спорта Видное стал площадкой для проведения ежегодного московского областного открытого урока «Духовные родники Подмосковья». Перед его началом состоялась конференция, посвященная празднованию Дня славянской письменности и культуры с участием официальных лиц и представителей духовенства. К нам приезжают уже и другие регионы. К нам приехала Тула, к нам приехала Калуга. Это значит, что дело, которое у нас проводится под эгидой Московской епархии Русской Православной Церкви, оно будет жить, оно традиционно. И к нам присоединяются и другие субъекты. Во время встречи благочинной церкви Видновского округа священник Дмитрий Березин коснулся темы общения школьников в социальных сетях с точки зрения духовно-нравственного воспитания и популяризации православной культуры через интернет. Все дубное, острое, яркое, скандальное, примитивное, смешное пользуется гораздо большей популярностью, чем умное, разумное, глубокое и так далее. И мы, к сожалению, и это захватывает внимание. Здесь мы тоже, к сожалению, проигрываем в виде информационной конкуренции. Мы должны искать возможность поменять эту среду. Также поднимались вопросы взаимодействия духовенства и сферы образования. В России очень важно, чтобы было сотрудничество между школой и церковью. Нам есть чем поделиться и дать радость и детям, и взрослым. По завершении конференции гости осмотрели в фойе Дворца спорта выставку «История православия», подготовленную силами творческих студий Ленинского района. Любой желающий мог принять участие в мастер-классах по народной росписи и изготовлению игрушек. Три тысячи человек, в том числе делегации школьников со всей Московской области, собрались во Дворце спорта, чтобы стать свидетелями главного события дня – открытого урока на тему «Свобода, семья, счастье». Это три важнейших слова в жизни человека. Свобода, все люди должны быть свободны, счастье. Зачем жить? Люди живут, чтобы счастливыми быть. И семья, ну семья, мы родились в семье и живем в семье. Земья – это как наши спутники по жизни. Многие ребята всерьез интересуются русской культурой. И поездка на открытый урок для них – важное событие в рамках изучения славянской письменности. Язык – это единственное, за что можно задержать, зацепиться сейчас. Это единственный, последний камень, который остался от старого монумента. Урок прошел в виде театрализованного представления. Школьники прослушали назидательные наставления о семейных ценностях в рамках постановочной беседы между учителем и учениками. Очень почетно в юбилейный год встречать высоких гостей, понимая, что это мероприятие носит глубокий духовно-нравственный характер. И поэтому я считаю, ну и по оценке, мы в самом начале видели такую бурную реакцию детей, когда они еще голдели немножко, сидели. Но в конце они все как один встали и уже практически в тишине аплодировали, потому что был преподан такой урок, который позволил им заглянуть в свой душ. Стоит отметить, что следить за уроком могли не только находящиеся в зале. В интернете осуществлялась прямая трансляция мероприятия. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В прошлом году, в год 25-летия Московской областной думы, законодательный орган региона объявил конкурс на лучшее освещение работы областного парламента. Заявки на участие подавались из разных муниципалитетов Подмосковья. В конкурсе принимали участие как печатные и электронные СМИ, так и телестудии, в том числе и телеканал Видное ТВ. Итоги подводились по пяти номинациям. Призы победителям вручал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. По итогам конкурса определили лучший репортаж и интервью лучшего журналиста. Телеканал Видное ТВ также стал призером конкурса в номинации «Лучшие социальные сети». Игорь Юрьевич поблагодарил всех участников и заметил, что без муниципальных СМИ жителям тяжело было бы составить объективную картину жизни своего муниципалитета. Видное ТВ регулярно проводит экскурсии по собственной студии для школьников Ленинского района. Здесь юные гости телеканала могут своими глазами увидеть, что же происходит по ту сторону экрана и узнать, как рождаются новости. Тему продолжит Екатерина Коваленко. На офисе телеканале Видное ТВ проведу я, Мельников Артем. Здравствуйте. И вначале коротко о темах некоторых выпусков. Нет, это не новый сотрудник телеканала Видное ТВ. Сегодня редкая возможность оказаться в кресле ведущего появилась у шестиклассников из первой видновской школы. Приглашать в гости подрастающее поколение и показывать, как же устроена телекухня, наша давняя традиция. В роли кида выступила шеф-редактор и ведущая Татьяна Брылова, которая поделилась с ребятами секретами профессии. Буквально кресло еще не остыло, я тут сидела и записывала новости, которые сегодня пойдут у нас в эфир. Вот это вот, моя такая палочка-выручалочка. Школьники прошлись коридорами студии, побывали в ньюсруме, где журналисты пишут сюжеты, а потом заглянули в монтажную. Именно здесь материал становится таким, каким его увидят зрители. Любознательные мальчики и девочки могли задавать любые вопросы монтажерам, операторам, выпускающему редактору и составить свое мнение о телевизионном ремесле. Здесь очень ответственная работа. Вообще все в целом мне тоже понравилось. Я узнал, что тут все работает сложно и каждый знает свою цель, что надо именно выполнять здесь. Неизвестно, станут ли ребята звездами тележурналистики, но впечатления от сегодняшней экскурсии наверняка останутся у них надолго. Еще никогда не попал на камеру. Я просто первый раз здесь. А ты сильно волновался? Не так уж. Не так уж вообще-то. Были среди гостей и родители детей. Вероника Ломтьева сама работает на одном из столичных телеканалов и в будущем хотела бы видеть своего сына на экране. Это очень интересная экскурсия для детей, особенно такого возраста, шестой класс. Им сейчас надо определяться с профессиями. И это важно в дальнейшей их жизни. Мне кажется, что кто-то из наших ребят обязательно придет к вам работать в дальнейшем. И мы с нетерпением ждем их, новых талантливых сотрудников. Екатерина Коваленко, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ. Необычная выставка расположилась в библиотеке деревни Мильково. Видео в рубрику «Мобильный репортер» прислала заведующая библиотекой Анна Шмелева-Михайлова. В помещении библиотеки в эти дни витает аромат сирени. Ведь среди экспонатов выставки – букеты сирени различных сортов и расцветок. Цветущие веточки этого майского растения принесли местные жители, которые с удовольствием откликнулись на призыв поучаствовать в экспозиции. А вот именно этим столом, самым красивым выставочным столом, мы обязаны нашей читательнице Осиповой Наталье. Она – цветовод от Бога. Тут же оформлена фотозона, где каждый желающий может сделать фотографию на память. Но в Мильковской библиотеке, как всегда, не обходится без сюрпризов. На подоконнике разместили букеты, которые можно не только посмотреть и понюхать, но и забрать с собой. «Удар в девятку» – один из сложных и в то же время красочных спортивных элементов в футболе. Такое название носит и детский турнир, который состоялся на стадионе «Металлург». Есть ли среди юных участников будущие звезды российского футбола, узнала наша съемочная группа. За победу на турнире «Удар в девятку» вели борьбу 23 детские команды из школы Ленинского района. И каждый из игроков рассчитывал только на первое место. Настрой на победу. Я хочу, чтобы мы победили и вышли в финал. Ну, мы в финале сейчас, чтобы у нас была победа. Все было хорошо. Я очень рада была, что мы второй матч выиграли. Турнир проводится весной и осенью уже третий год подряд. А его главная особенность в том, что каждый мальчишка, любящий футбол, имеет возможность стать его участником. Мы на этом фоне решили основать такой турнир «Удар в девятку», где каждый ребенок мог бы участвовать, независимо от своего мастерства, от своего, скажем так, статуса, мог участвовать и показывать, и реализовывать себя в этом турнире. Подобные мероприятия организуются, чтобы детишки, которые там, ну, не занимаются специализированным футболом, имели возможность поиграть вот в организованный футбол. За перспективными игроками наблюдают тренеры школы спортивного резерва «Олимф», воспитанники которой также принимают участие в турнире. Здесь много детей, которые не относятся к спортшколе, у нас не занимаются. Естественно, мы как селекцию проводим, то есть мы смотрим интересных детей, мы, естественно, приглашаем заниматься в спортшколу. Юный возраст участников не мешал им во время игры создавать футбольные шедевры. Даже обычный штрафной удар мог превратиться в угрозу для ворот соперника. Мое мнение, что такие мероприятия могут быть четыре раза в год, хотя мы стараемся проводить их более мелкие и чаще. Но вот такие глобальные мероприятия мы будем проводить, я думаю, аж четыре раза в год. Один из участников турнира Александр Фролов – лидер команды своего возраста. Он занимается футболом четыре года, а до этого каждый день играл во дворе. Чемпионский кубок турнира «Удар в девятку», который он вместе с командой получил во время церемонии награждения, стал для него первым значимым трофеем. Для меня этот турнир был важен, потому что нужно было отсоедать честь школы. Важность подобных турниров отметил и глава городского поселения Видное, Моисей Шамаилов, который поприветствовал участников соревнования. Позволяет совершенствовать навыки, которые тебе преподают каждый день, на тренировках. А применять ты их можешь только действительно в реальных условиях. Ну, что называется, так сказать, тяжело в учении, легко в бою. Команды, которые заняли первые места в своих возрастных категориях, отправятся на областные соревнования турнира «Кожаный мяч». Возможно, среди этих детей бегает новый Акинфеев, однако это покажет будущее. Арсений Рогозянский, Анастасия Горелова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. И о погоде на 17 мая. День ожидается солнечный, но температура воздуха не превысит 20 градусов. Ночью около плюс 7. Ветер слабый. И это все новости на сегодня. Смотрите телеканал Видное ТВ и будьте в курсе всех событий Ленинского района. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова